А сейчас о более сложных вещах. Российские учёные работают над установками, которые существенно повысят энергоэффективность солнечных батарей. Солнце не стоит на месте. Это, говорят учёные, одна из главных проблем солнечной энергетики. Из-за меняющегося угла освещения батареи усваивают далеко не весь поток света. В наших широтах, где и так мало солнечных дней, это чуть ли не ставит крест на солнечных технологиях. Впрочем, проблема решаема. У нас параболическая антенна, такая же, как на спутниках, только полированная, следит за солнцем. Мы минимизировали издержки на поворот. Весь день конструкция следит за светилом. При этом хитрая система подвесов и три небольших двигателя по вату каждой энергию почти не тратят. Чтобы дополнительно снизить стоимость системы, учёные используют солнечный концентратор – зеркальную выпуклую тарелку. Благодаря тому, что солнечный элемент здесь совсем миниатюрный, цена батареи снижается в десятки раз. К сожалению, купить установку для дачи нельзя. Инвесторов на серийное производство разработчики пока не нашли. Впрочем, любителям альтернативных источников энергии отчаиваться не стоит. Визуально этот солнечный модуль практически не отличить от тех, что используют на пешеходных переходах. Однако, за счёт применения технологии гетероструктурного перехода, эта солнечная панель в два раза эффективней. Добиться повышенного КПД удалось за счёт специального покрытия. Очень важно, что цена батарей осталась прежней. Одна панель мощностью около 300 Вт стоит около 7 тысяч рублей. Нетрудно посчитать, чтобы вскипятить чайник, нужно 5 подобных модулей и около 40 тысяч рублей. Плюс ко всему понадобятся помещения и средства под накопители энергии – литиевые аккумуляторы. Ночью и в пасмурную погоду солнечная энергетика, увы, бессильна. Поэтому специалисты говорят, пока эффективнее использовать так называемые гибридные электростанции. Ближайшая станция, которая была открыта, там два дизель-генератора по 200 кВт каждый, 120 кВт солнечная станция и около 300 кВт хранения энергии литий-ионной аккумуляторы. Эта станция позволила в 16 раз сэкономить инвестиции. Полностью отказаться от дизель-генераторов можно будет лет через 10. К тому времени цена на солнечные элементы и батареи накопителей упадет в десятки раз, а эффективность технологий вырастет. При таком развитии ситуации даже централизованным поставщикам электричества придется снижать тарифы и предлагать клиентам выгодные условия. Поскорей бы наступил этот момент.